Реакцию стресса. Что такое вообще стресс? По этому поводу было написано большое количество исследований и 15 тысяч лабораторных животных. В 49-м году он был номинирован на нобелскую премию. В 1940-е годы был номинирован на нобелскую премию. Что такое стресс по селье? Это физиологическое состояние организма. Тема, как вы думаете, стресс на физиологическом организме. Да, или так называемый общий адаптационный синдром. Возникающийся на момент какого-то физического раздражителя. Да, часто термин стресс упоминает в обозначении нервно-психического напряжения или синдрома бей или беки. Да, канцелье выявил понятие стресса своих опытов на крысах. Он выявил, что разные воздействия, инфекции, травмы, отравления вызывают однотипную реакцию организма. Да. Селье считал, что стресс всегда присутствует, поскольку организм всегда действует потенциально опасные факторы внутренней и внешней среды. Селье считал, что стресс не существует, потому что организм есть потенциально опасные факторы. Эвустресс не существует. Эвустресс. А также есть дистресс, негативный дистресс, реализирующий. Да, мы видим, что... Сильная радость, она тоже приводит человека в стресс, как и сильное горе. То есть они одинаково видите, на самом деле, вот думайтесь в этот момент, для нашего организма, что положительные и сильно окрашенные эмоции, что негативно окрашенные сильные эмоции будут воздействовать как стресс. Поэтому, если мы рассматриваем разные эмоции, в том числе и китайской медицины, там есть понятие радость, а есть понятие безумие. То есть радость может, чрезмерная радость может перейти в состояние безумия. Да, и когда мы рассматриваем китайской медицины, то есть эмоциональная эмоция, и в следующем этапе он хули, хули мэндус, и если рэм он слишком тяжел, то он уходит хули мэндус. И Ганс Илья писал, что именно стрессовая реакция не имеет значения, что для этой ситуации, в которой мы столкнулись. Имеет ли значение интенсивность потребности перестройки либо адаптации? Что это значит? Насколько хватит ресурсов человека или животного отреагировать на этот раздражитель? Насколько хватит ресурсов? Насколько хватит? Насколько хватит? Насколько хватит? Насколько хватит ресурсов? 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 Да, который вызывает некий физиологический, эмоциональный ступор. Да, стадия адаптации. Она выражается в бей или в бей, бороться и убегать. То есть человек может в этой стадии надолго остаться. И потом приходит стадия истощения. Именно в стадии истощения могут появляться функциональные расстройства, психосоматические болезни, деформация личности, пограничные расстройства. Да. Да, да, деформация личности. Пограничные расстройства. Пограничные расстройства. Пограничные расстройства. Да. И вот человек получается первичный шок. Стадия реакции тревоги. Адаптация. Да. И вот по стадии истощения и потом может появиться уже вторичный шок. Ernсток Курнахлева. Так. То есть позиция стадия и финансовая расстройства. И вот, как стадия начинает. И он, так называет стадия, первичный шок. Товы не в последней стадии надолго остается, он все нормально, он уже адаптирует стресс. Для него это нормальное страдание. Потом начинается стадия, что больше не могу вынести, не в состоянии выносить. Стадия истощения, дистресс называется. Именно в этой стадии, третьей стадии дистресса появляются симптомы заболевания. Канцелье выделил роль гипоталама гипотезарно адреналовой системе процессе адаптации. Помните, мы вчера с вами, когда говорили о пассе и говорили о том, что пассе помогает нам лучше адаптироваться, потому что пассе помогает нам лучше адаптироваться. Именно в этом случае, когда говорили о пассе и говорили о пассе, что пассе помогает нам лучше адаптироваться, потому что пассе не может быть более мягким, а потом действует картизола. Мы говорим, что пассе помогает нам лучше адаптироваться. Да, поэтому, как бы с одной стороны, одиннадцатый день начинает быть такой пиалой, дряплой. Да, но с другой стороны, появляется тёщность как реакция на стресс. Да, влияние стресса на организм, какие могут быть возникать физически, эмоциональные и когнитивные появления. Мышечное напряжение, особенность в области шеи и плеча. Как раз эта зона, здесь чаще всего проходят нелепные волокна, симпатические ганглии, и здесь чаще всего возникают непосредственно триггерные точки, гидерпункты. Угу. Расстройство желудка. Вы теперь можете понимать, почему? Потому что все ветки вагуса оплетают в желудок. Угу. 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 Ну, переедание, употребление алкогония, курение, усталость – это как следствие тоже ухода от стресса. Так, alcohol,� MARTIN jeffillo. А почему, как вы думаете, почему курение, переедание, алкоголь, на что он будет воздействовать? на что именно курение алкоголь на что влияет ну а почему именно в партии стресса это усугубляется я уже сказал какой механизм еще большее количество пищи в желудке давайте теперь с медитативной нервной системы у нас есть стенки желудка уакус посылает мозгу информацию что все есть центр насыщения что все мы насытились и мы переходим из базы симпатика на какое-то время парасимпатико мы хорошо поели и мы такие раз и расслабились курение у нас есть постоянное например есть прямые исследования которые говорят что если есть прямая зависимость ну вот постоянная угроза за жизнь то увеличивается под пациент курение что делает никаким на легкие что он делает на тракею бронхи у нас бронхаспан постоянно и когда человек курит происходит расслабление и на какое-то время он успокаивает то же самое алкоголь он действует начали идет алкоголь для гидрогеназа воздействует на печи печень жимается а потом расслабляется да поэтому как бы это один из уходов от стресса это переедание нарушение питания как следствие может возникновать бульмия тоже самое нарушение пищевого поведения алтоголизм табакокулиения все это следствие вот этого постоянного дистресса утромления да нарушение гормонального следствие то гормональный переструйти снижение например у женщин эстрогена да это все как влияние стресса на организм да эмоциональные проявления это раздражительность депрессия тревога перепады настроения да когнитивные проявления трудность концентрации внимания забывчивость навязчивая идея навязчивые состояния повторяйте мысли то есть человек постоянно зацикленность вот эта зацикленность это как раз есть вот повторяющаясь какая-то есть тоже проявление стресса да да ну как бы в наше время стресс имеет больше эмоциональную природу неже физическую поэтому существует целое направление которое называется когнитивная психотерапия да которая направлена на изменение отношения к ситуации то есть человек меняет свое отношение к ситуации чтобы изменить реакцию на эмоции то есть есть не 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 понимаю все 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 хронический стресс хронический стресс хронический стресс является одним из самых опасных видов стресса потому что он приводит главный привыкание и и и и и и даже и и и и и и и и и Да, это тоже такая вот реакция на организм. Но, в отличие от классического стресса, развивается по гипотезаму надпочечной связи. Да, но здесь больше затрагивает эмоциональные стороны и психическое поведение человека. Да, кратковременный стресс. Незапная реакция, выброс гормона адреналина и кортизола. Да, после исчезновения угрозы, гормональный фон начинает восстанавливаться. Нервный стресс. Нервный стресс. Или еще называют астеническая реакция. То есть сразу же тут начинаются регитативные реакции. Холодает холод в конечностях. Человек замирает. Он не может быстро соображать, мыслить, действовать. И вот эта астеническая реакция, это чаще всего следующая стадия, это депрессия. Яргина стала помотала, алисация, это депресса. Ну, тут опять раз повторяется стадия возбуждения, стадия напряжения и стадия истощения. Да, и как бы тут различные есть упражнения, которые помогут как бы справиться. А вот на самом деле весь двадцатый век это борьба со стрессом. С помощью аутотрейлинга, медитации и различных других терапий. То есть действительно интересная терапия. Сюда маникад харчутовад, у вас, как мы сейчас хотим садовать. Теиндикул, в 2000 годах, у них были поцветы, стрессика и поцветы. В этом случае все медитации, аутотрейлинг, аутотрейлинг. И ясно-хердус, как бы приводил. симптомы тревоги здесь как раз перечислены различные симптомы которые возникают при различных тревогах нарушения сна психические нарушения и соматические психических можем с вами много говорили интересует здесь соматические реагируем соматическими реагируем соматическими да стоит здесь это прилип жара и холода потливость как человек когда чувствует тревожность он начинает то ему жарко то ему холодно становиться нарушение различные ритмы сердечные деятельности браво сникалья аритмии и гипертонические болезни да головокружение головной огонь дрожь ощущение ползания мурашек ну тоже как вегетативная реакция да нарушение работы ЖКТ стоит значит что могут нарушаться человек может во время стресса отказываться долгое время от еды и потом начинать есть безвык безвык должна кушать когда тревожства за тревоги уходит нарушение мочеиспускания так называемый ночной нурс не нейрогенный мочевой пузырь постоянно раздраженный мочевой пузырь да поэтому очень часто хорошо если вам будет обращаться с детьми с нурезом работать крайне-сакрайной системой отрабатывать затылок крестец освободить систему и диафрагмы систему парасимпатику особенно у детей да сексуальные нарушения это половая диспункция половая здоровья нарушения и в том числе вот пониженная либидо в том числе да вот здесь очень хорошо написано как в какой формат заинтемат действиях находятся человек он находится в определенной социокультурной среде он находится в определенных геофизических факторах то есть это температура, факторы среды на него действуют да и это его внутренний диалог да и вот на фазе вот этих всех влияний да есть еще влияние неба, земли и человек между небом и землей мы и находимся да и у нас появляется вот какое-то межличественное отношение мы обращаемся к внутреннему диалогу да у нас возникает та или иная реакция дистресса, гиперактивность центральной нервной системы или дистресса, гиперактивности да и системные реакции органной функциональной реакции ну это как бы такая условная маска тревог это вот с чем вот такой человек, у кого повышенная у него тревожность с какими симптомами он может обращаться то есть это вегетативные нарушения, артериальная гипертензия вот синдром раздраженного желудка, раздраженного кишечника, раздраженного мочевого пузыря у меня есть ну и аревус 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 аревnt аревус Вопрос в том, что есть синдром из нейтекса, аритонод маку, аритонод хоростик, аритонод пульс. Что такое ВСД? Президенососудистый. А, это вегенососудистый, это уже давно такого нет, диагноз, это вегетативное расстройство. Вегетативное расстройство. Скажите, пожалуйста, синдром раздраженного желудка, как появляются язвные эрозии и кострика? Это уже следствие. Сначала нарушается перистатика, часто идут стенки. Я переведу сначала. Настоящее. Какой вариант, берите от молока, когда стрицет галанит, вы не так умеете. Когда стрицет галанит, он не такой. Он не такой. Он калит, он не такой. С тем, что желудка растягивается. И в нем накапливаются пищевые комки. Мало-сейнад венивает релья. И здесь все плампы. В них может быть хелиобактер пилорез. Сюда может быть хелиобактер. В таком плане происходит реакция. Сюда может быть хелиобактер пилорез и пилорез. Это ощущение. Есть ситуация. Запомните эту схему. Есть ситуация. Какое твое было поведение? Что ты чувствовал в теле? И какие были твои эмоции? Я мышл, где поведение эмоций. То есть эта система между собой взаимосвязана. Мысли, поведение, эмоции и телесные ощущения. Что чувствовал человек в тот момент и телесно? Как он это пережил телесно? Какой возник у него телесный эмоциональный паттерн? Да. Поэтому важно здесь ощущать этот момент, как его вывести из этого замкнутого круга. Да. Да. Поэтому наша задача с вами на самом деле это помочь дать ресурс организму, чтобы убрать вот эти патологические цепочки на вегетативной нервной системе, на вагусе и дать ресурс организму. Вегетативные нервы. Пожалуйста. Вегетативные нервы. Патологические нервы. Да. По этому и будут возникать вот такие вот различные ситуации. Вот например, что такое гипертоническое болезнь, которая сейчас так бищ нашел времени на самом деле. Да. По чему мы с вами с вами начали с паттерн? Как стать меридианом перед текардом? Как сердце раскрылось? Вы нашли эти точки? Поработали с этими точки? Ну, опять-таки, видите, в реакцию гипертонической болезни у нас включается гипертон... Опять-таки, в развитии гипертонической болезни у нас ведущий фактор нервное психологическое перенапряжение. Происходит, опять-таки, действие гипоталама гипофизарной оси. Усиление активности вегетативной нервной системы, особенно симпатические ганглии, которые... Делают головному мозгу, они сжимают сосуды. Начинается давление. Сосуд сжимается и повышается в нем давление. И вот это повышенное, постоянно повышенное давление, оно может привести к кровоизлиянию, например, сосудам головного мозга, которые могут привести к инсульту. Например, повышенное давление внутри глазного дна, корректинопатии и глоукомы, в том числе. Да, сердце, это инфаркт миокарта, хроническая сердечная недостаточность. Ну именно там. Да, хроническая почечная недостаточность и атеросклероз сосудов. Да, атеросклероз. Это все в следствии гипертонической болезни, которая возникла в следствии какого-то хронического стресса или ситуации, когда человек сжался и не мог уже вошел в эту стадию стресса. Да, и все в следствии гипертония. Ну и какие причины психологической точки зрения могут быть? Это неразрешенный множественный конфликт. Чувствия, хроническая погружения, гнев, патологическое чувство вины, патологическое чувство психологических травм, исследования прошлых лет и т.д. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Особенно отработка перекарда, связок перекарда, точек перекарда В общем, да, как вам, все ли понятно, все ли, как бы, в этом случае, понятно ли вам, да? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok